В Югре заработали елочные базары. Причем продают здесь не только ели. Кому-то больше нравится сосна или пихта. Так, например, в Нижневартовске праздничное дерево высотой 2-3 метра можно приобрести без особых проблем. Стоить оно будет от 700 рублей. По спецзаказу из леса доставят и более высокую елку. Можно отправиться за зеленой красавицей самостоятельно. Все подробности новогоднего бизнеса в репортаже Алексея Шабанова. В ангаре Нижневартовского лесхоза зеленым зелену от молодых сосен. Сейчас в широкую продажу поступает в основном это хвойное дерево. Запасы здесь постоянно обновляют. На территорию, отведенную для заготовки, бригада из четырех человек отправляется почти каждый день. Сосны спиривают под линиями электропередач и на нефтепроводах. В этих местах хвойную порсель весной все равно придется сводить. Особой популярностью пользуются двухметровые деревья. Впрочем, бывают и более серьезные заказы. Это было только в прошлом году выше бокса. Там было пять с лишним метров. Ее человек пять только грузили, тащили. Там почти целая машина потребовалась, чтобы ее одну только привезти. Но это особый заказ. Да, это он. Один раз был за все время, сколько я помню. Там и цена выше. Да, гораздо. Для Дмитрия Мезенцева покупка елки особый ритуал. Традиция досталась ему от деда и отца. Теперь он ставит настоящую елку своим детям. В домашней гостиной она займет почетное место уже сегодня. Всегда живая ель, потому что это чувство Нового года. Это запах в доме, конечно же, прекрасный. В этом году сосна. Сосна дольше стоит. И детям больше нравится. Иголки с ней сыпятся. Ну, со временем. Главное ухаживать. Можно добыть новогоднее дерево и самому. Для этого необходимо приобрести порубочный талон. Стоит он 400 рублей. Почти в два раза дешевле, если покупать просто елку. Да и выбор побогаче. Самостоятельно из лесу можно привезти ель, сосну или пихту. Высотой до двух с половиной метров. А вот кедры рубить запрещено. За неделю продали 40 порубочных талонов. Это немного только сезон начался. Мы работаем до 30 декабря. И, как правило, у нас где-то уже к 25-26 люди подходят. Сколько вы за сезон обычно по статистике продаете в талон? Больше 300, наверное. И все-таки большинство предпочитает более простой способ получить елку. За год только в Нижневартовском лесхозе продают полторы тысячи хвойных деревьев. Еще столько же на уличных развалах. Вот такие елочные базары сейчас появились во многих уголках городов. Елку можно купить хоть 31 декабря. Правда, можно попасть к елочному разбору. А сейчас можно сделать выбор и праздник у себя дома устроить на две недели раньше Нового года. Алексей Шабанов, Евгений Лоскутников, телерадиокомпания «Югра», Нижневартовск.